Камран Сеидов представляет И снова здравствуйте дорогие друзья, здравствуйте братья и сёстры. Главной темой данного видео будет являться такая тема как информационная война. Борьба против многочисленной лжи, которую ведёт Азербайджан, как в информационном поле в форме блогинга, так и на более условно высоком уровне имеется в виду через крупные информационные системы, таких как ТАСС. Поговорим с вами о работе диаспор и об отсутствии данной работы, если быть точнее зачастую, об отсутствии информационных центров и тем не менее о страхе армянства. Потому что оно реально, несмотря на многие недостатки азербайджанской стороны в этой сфере, терпит поражение. Да, не только на поле боя, но и в информационном пространстве. С чего же мы с вами продолжим говорить на столь тяжёлую, даже местами не совсем однозначную тему? Пожалуй, заявление одного из армянских лоббистов Третьякова, который и попытался как-то обосновать, по его мнению, победу. Участников информационной войны от Азербайджана над армянскими лжецами. Давайте послушаем, что он говорит и насколько то, что он говорит, пугает армянство. Азербайджана над армянством. 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 В отношениях с властными органами, в том числе в регионах, с экстременными структурами, с компонентами, с экстременными структурами. Это чаще всего отводится к неформальным контактам. Я бы сказал, как мне приходилось, как вы уже говорили. Азербайджанская диаспора вечно более активна. Азербайджанская диаспора действует и через Баку, а в другом случае, Ереван. Это там еще отдельная проблема. Азербайджанская диаспора действует более скрипно, но часто более эффективно. Азербайджанская диаспора, почему они где-то побеждают и где-то все побеждают, а вам этого не выдают. Поэтому нужно убирать все внутренние состояния и собственные работы тех и других. Это тоже большой разговор, свободные детали, нужно его активно проводить. Вторая армянская диаспора, а я же неплохо знаю, и не только московская, она не едина внутри себя. Условно, упрощенно, даже вот так. Есть сторонники, больше не она. Сейчас мы думаем, есть в этой лице, знаете, что еще в Лайк в Армении. А есть противники, больше не она. Для армянской диаспоры это в России. Мне кажется, при связи с этим не могут быть противников. Для тех, кто не поддержит Пашиняна, больше для российских объемов. А вот мнение Еревана официального и мнение Армянской диаспорации в России часто не совпадает. Может быть, вам нужно подумать о какой-то конференции, какой-то более единой оппозиции. Я просто ставлю этот вопрос. Пусть это, безусловно, ослабляет Россию. Ваши армянские, если вы внутри себя по-настоящему оцениваете ту лицу, или ту лицу власти в России. Может ли большинцев? Этого нет. То есть, полное совпадение политической Баку и 1% живущих в России, и теперь кто граждан России. Ну, это вот, собственно, главное. Поэтому претензии к российской информационной политике не много, раз уж в том числе по отношению к тому, как освещают и события, а по советскому концерту означает, это для обменения или грозы, не важно, всех этих стран. Ну, это претензии к России. Тем, кто на позицию спонсорен так же на Россию. А вы, конечно, в том числе говорите, а вы, собственно, на российских СМИ, и даже на ней, а так все эстетические, а российские. Ну, вот прям основные проблемы на мой взгляд описал. Давайте остановимся. Мы проигрываем главным образом в России, как и проигрывали, даже не в отношении межнациональном. Нет. Мы проигрываем информационное поле. Это немножко другое. При том, что среди азербайджанцев в России есть немало людей, которые вполне могли бы посодействовать в усилении представительства азербайджанцев на российском телевидении. Ведь, грубо говоря, если говорить прямым языком, то азербайджан и его интересы представлены, хотя и достаточно обширной, достаточно мощной, но единственной организацией ТАСС. Да, той самой, которую возглавляет один из братьев Гусмана. Вся остальная медиа-система и СМИ-система России находится под тотальным контролем именно представителей армянства. И только один сегмент, который нам позволил чуть более свободно чувствовать в этой сфере, и здесь я вынужден согласиться с Виталием Третьяковым, армянским лоббистом, это то, что армяне ненавидят друг друга. Именно ненавидят. Ереванским армянам, которые тоже представлены, в частности, в России, надоело отдавать своих детей за некий Карабах. Для них это некий Карабах. Для Азербайджана это Карабах, часть нашей земли. Отдавать своих детей, которые зачастую не возвращаются живыми. Надоело. Надоело также этим ереванским армянам, в частности, проживающим в России, еще за это и финансово платить. Вместо того, чтобы обогащать Армению, они вынуждены отдавать деньги в фонды, которые выделяют деньги не в обогащение Армении и армян Армении, а в некий так называемый «нагорный» в кавычках Карабах. Я уж не говорю про тех армян, которых когда-то, еще во времена Петра Первого, завезли на территорию России, минуя Армению. Им также надоело платить в армянские фонды. И они стали говорить «стоп». Даже те, которые боятся еще в открытую говорить об этом, но я стал замечать, как многие именно, назовемте так, русские армяне, армяне, то есть те армяне, которые миновали Армению и попали на территорию России сразу из Персии, в частности. Как они относятся к Гарегину Нужде? Как к нацисту. Как к любой нормальный человек во всем земном шаре. Нацист есть нацист. Только это нам позволяет действительно побеждать наше единство. Но наше единство проявляется только в общем мировоззрении, а этого мало. У нас нету общих центров. Диаспора – это не центр обычных граждан. А это тоже крайне важно. Обычных граждан России, Украины, других стран мира. Нету общего информационного поля для обмена информацией и так далее. Этого центра нету. Не все состоят в диаспорах. Не все могут посещать как можно чаще азербайджанское посольство. Но ведь можно создать нечто, куда любому азербайджанцу было бы гораздо легче прийти. Те самые информационные центры. Те самые блогерские кафе, о которых я неоднократно говорил. Неужели это трудно? Но я понимаю, почему некоторым, видимо, из представителей азербайджанцев, которые представляют азербайджан в различных странах мира, это невыгодно. Народ может узнать не только о хороших поступках, но и не об очень хороших поступках отдельных представителей, в частности тех же самых диаспор. Армян в этом отношении, как ни странно, у армян единственное, в чем отсутствует страх, они достаточно трусливый народ. Это в отношении того, что как-то неправильно осветят их поведение. Наши олигархи боятся этого больше. Я думаю, как есть. Сейчас ваш слуга старается вновь, и вроде бы это опять-таки получается, начать работу вместе с CBC. Правда, до сейчас остался буквально последний шаг, это произвести расчет необходимых затрат, но это немножко тяжело. Поживем, посмотрим, как это сложится. Возможно, действительно, все-таки этот центр будет открыт. Тем более, что касается признания его необходимости, это признают все. Школа блогеров, фонды блогеров, поддержку блогеров. Даже телевизионный канал, где ключевыми фигурами будут блогеры. Серия кафе. При этом данные центры, они даже могли бы быть буквально независимыми со временем. То есть, на самообеспечение. Они бы не нуждались в постоянном притоке денег. Да, фонды, в отношении фонда, да, кто сколько хотел бы, перечислял бы, но это все-таки была бы более независимая структура. Очень хотелось бы верить, что все-таки это будет открыто. Но это так, небольшое отступление. Мы же продолжаем. Когда мы говорим с вами о победе Азербайджана в информационном поле, главными моментами является действительно то, что Азербайджан проводит в отношении освобожденного города Шуши. Международные конференции, встречи ознакомливает весь мир с богатствами той земли, которую Азербайджан наконец-то освободил. С коврами, с остатками того роскошного богатства, которыми гордился Азербайджан в Карабахе. И армяне это боятся. Они боятся, в частности, той выставки, которая была произведена в одной из прибалтийских республик, в городе Таллине. Это была выставка азербайджанского художника Ровшана Гулиева, которая вызвала действительно большой интерес. Также и главным образом армянство напугано единственным представителем интересов Азербайджана в российском медиасообществе. Это еврей и истинный сын Азербайджана Михаил Гусман. Он делает все, чтобы ложь с определенной стороны разрушалась, при этом не нарушая российских законов. Этот человек пугает армянство так же, как пугает армянство Гот Ниссанов. К сожалению, мало кого из азербайджанцев можно вписать в данный список, кто так же рьяно на территории России боролся бы за интересы Азербайджана. Неприятно порой бывает, что наши олигархи как-то спокойно относятся к армянской лжи в России. Я не говорю про всех, но самые заметные почему-то это Гот Ниссанов и Михаил Гусман. Я говорю про Россию. В Киргизии есть действительно азербайджанец, это Нусарет Мамедов. Но в России, в России, таких как Гусман и Гот Ниссанов, пожалуй, не найдешь. Это правда. Были представители такого же типа именно азербайджанцев во Франции, да, были. В США есть. А вот в России как-то все менее заметно. Я не говорю, что их опять-таки нету, то не придирайтесь сейчас к моим словам, но их работа менее заметная. Продолжая обсуждать данную тему, армянство действительно очень много посвящает Михаилу Гусману. И этот человек крайне сильно пугает армянство. Они любят показывать, как Ильхам Алиев награждает Гусмана, видимо, забывая, когда Серж Сарксян награждал Затулина, Константина Затулина и Соловьева. Поэтому не надо показывать, как Ильхам Алиев награждает человека, который родился в Азербайджане и остался азербайджанцем еврейской национальности, евреем, но азербайджанцем. Я против разделения на нации азербайджанцев. Мы все азербайджанцы. Кто бы какой нации генетически или реально бы не принадлежал. Земля рождает, где ты родился. Ведь в меньшей степени на нашей жизни отражается наша ДНК. В большей степени место, где ты родился. Та культура, которая повлияла на тебя. Это мое мнение. Может быть, я в чем-то ошибаюсь. Поправьте меня тогда. Они не только пишут о Гусмане статьи, но и записывают видео. Давайте послушаем один из таких пасквилей. Который вышел на канале. Давайте с вами сейчас прочтемте. Проут Хайхландер какой-то. Возможно, ошибаюсь в произношении. Давайте послушаем. 40 миллионов мертвых мозговых клеток Гусмана. Смотрите, как оскорбляют еврея. Может быть, им больше уделить времени тогда Соловьеву? Сколько у этого, в кавычках, представителя еврейства умерло клеток, если он забыл о событиях в Кубе и о деяниях Дашнаков? Впрочем, давайте послушаем. ...минерального уровня ТАСС, которая с готовностью предоставляет площадку для извращения исторических фактов и лжи. Тем самым, фактически становясь площадкой для антиармянской пропаганды Азербайджана. 7 мая на сайте ТАСС появилось интервью под заголовком Ильхам Алиев. Атаки на памятники советским воинам заслуживают презрения. Внутри это и случай, когда с лидером соседней страны нельзя не согласиться. С одной весьма существенной оговоркой. Говорит об этом президент страны, которая как раз и известна подобным отношениям к памятникам в целом и советским воинам в частности. Так. Дорогие друзья, я не буду сейчас отвлекаться, но откройте в поисковой системе, пожалуйста, памятники в Великой Отечественной войне в Карабахе. Я также прикреплю одно видео касательно того, в каком состоянии находились памятники в Великой Отечественной войне в Карабахе, когда Карабах находился под оккупацией армян. И вы ужаснетесь. Вы ужаснетесь, дорогие мои. Я даже не буду говорить, как армяне глумились над памятником Холокоста. Хотя назвать это памятником не поворачивается язык. Это буквально два камушка по сравнению с той стелой, которую армяне установили Гарегину Нжде, который имел причастие к геноциду еврейского народа. Именно к геноциду, к Холокосту, доказанному Нюрнбергским процессом, чего не было произведено в отношении так называемого армянского геноцида. Неприятные вещи, говорю, не так ли? Впрочем, это еще не все. Армяне не постеснялись поглумиться над памятником, условным памятником, еврейскому Холокосту, еврейскому геноциду, несмотря на то, что данный памятник имел два камня, каждый из которых был посвящен двум геноцидам, одному лживому армянскому и одному доказанному всем человечеством геноциду евреев, еврейского народа. Они даже готовы были произвести беспредел и затронуть даже свой так называемый геноцид, лишь бы надругаться над Холокостом. Я специально решил не пускать дальнейшее видео, потому что слышать ересь, слышать поистину в кавычках великий армянский антисемитизм в кавычках великий, потому что армяне везде говорят о своем величии. Хотя здесь можно и без кавычек сказать, что это великий армянский антисемитизм. Впрочем, и это еще не все. На фоне всех этих победных реляций, как я сказал, мы не можем сейчас говорить об истинной победе в информационном поле. У нас отсутствует финансовая база в поддержку блогеров общая, азербайджанская. У нас отсутствует школа блогеров, которые бы занимались именно информационной войной. у нас отсутствует некая форма, которая позволила бы работать всем блогерам в унисон, всем азербайджанским блогерам, вне зависимости от их места проживания. Нету такой машины, которая бы производила, именно производила профессиональных блогеров. Нету. А ведь победа это то чувство, та реальность, которую могут украсть. просто украсть. Сейчас пускай россияне вот не обижаются, но я напомню один момент. Когда Россия захватила Крым, Крым же не был исконно российским, она через некоторое время после захвата Крыма дала тирек признала Крымское ханство независимым. Вроде бы крымские татары победили условно назовем информационном поле Россию, добившись свободы. Но успокоившись через некоторое время крымское ханство опять стало частью России. Победа это не односекундное деяние. Ее надо еще отстаивать. Так же, как суверенитет. Каждый день а не только один раз как отстаивал Азербайджан 20 января 1990 года. Показав, что мы люди, мы азербайджанцы все. Мы это доказали потом в 2020 году, но этого же мало, вернув свои земли. Все может переиграться в один момент. Вспомните ситуацию в отношении Украины. Ведь еще недавно никто не мог представить себе, что Россия по тем или иным причинам вторгнется в Украину. это произошло потому, что была самоуверенность и в Украине забыли об информационной войне или неправильно ее восприняли эту информационное поле. Это мое мнение. Можете меня критиковать и соглашаться со мной, пожалуйста. Продолжая наши с вами рассуждения, мы переходим хотя нет, прежде чем переходить обсудим данную статью. Когда мы говорим о проигрыше в информационном поле, мы должны обратить внимание не только на разделение наших блогеров, но и на предателей, на которых мы не можем влиять. Мы, обычные блогеры, это не должно заниматься только государство. я говорю о таких блогерах, как Мамед Микаилов, Роман Цыпин и прочих. Дуниамин Ибрагим Заде. Здесь приведен еще дополнительный список, но почему-то опять-таки в данной статье, написав о тех блогерах, которые порой вносили некие неправильные движения, ничего не написано об Ибраге, о Дуниамине, о Мамеде Микаилове. Странно как-то. Не находите? То есть о главных предателях ничего не сказано. Сказано о тех, которые, да, тоже, возможно, наносили какой-то ущерб, но меньше, чем эта троица. я не буду сейчас говорить о причинах, почему об этих в кавычках блогерах не написали азербайджанские СМИ, но отсутствие возможности давления на предателей со стороны азербайджанского информационного поля к сожалению данная проблема присутствует. А школа блогеров могла бы это гасить. Сотня блогеров, именно специалистов, знающих политику, политологию, историю, экономику, хотя бы в общих чертах, могли бы закрывать множество той лжи, которую исповедуют вот такие в кавычках умники. Но у нас нет этой школы. пока нет. А вот теперь продолжим. У нас нету возможности учитывая отсутствие фондов фондов по поддержке блогеров осуществлять условно назовем наем российских блогеров. Как это делает Армения? она нанимает российских блогеров просто платя им. Тем более Азербайджану не пришлось бы платить очень много. Потому что россияне бы видели бы просто правду. Им не пришлось бы платить за ложь. Ложь стоит дороже, чем правда. не так ли? Достаточно было бы просто приглашать их в Баку, проводить их по улочкам данного города, показать отношения к русскому языку, к другим языкам мира, к православной вере, к христианам, и картинка была бы уж точно не в пользу армянства. Но этого не делается. Поэтому вот такие некие российские блогеры говорят, поддерживая армянскую ложь. В частности, как это делает Олег Еронов. Здесь ничему не стоит удивляться. Мы также ничего не можем делать в связи с явно провокационной политикой России. Во всяком случае, части политической машины Российской Федерации. Опять-таки провокация пошла из ЛДПР. Глава ЛДПР заявил, что Госдума поддержит самоопределение тюрок, гагаузов Молдовии. Вот уж тонкая провокация. Вроде бы мы азербайджанцы должны поддержать своих тюрок. Не так ли? Но если мы поддержим их, то нашу поддержку тут же воплотят против нас. В отношении так называемых карабахских армян. грамотная провокация. Грамотная провокация и против Турции. Что Турции делать? Поддержать? Вопрос крайне интересный и сложный. Для того, чтобы ответить на данный вопрос, видимо, необходимо побывать в Молдове и посетить тюрок гагаузов, чтобы понять все сложности того, что происходит там. Я не берусь об этом говорить. Меня нету в Молдове. Но то, что это явная провокация, это видно невооруженным взглядом. Тем более, все знаем все таки, как ЛДПР изначально стартовало с позиции поддержки, в частности, Владимиром Жириновским армянского сепаратизма. Но это еще далеко не все. Религиозные радикалы напали на посольство Азербайджана в Британии. Да, я уже об этом говорил. Но почему это делается? Ведь радикалы, религиозные радикалы, это тоже часть информационного поля. И нападение на азербайджанское посольство означает одно, что действительно информационное поле Азербайджана крайне слабо. Если мы не можем достучаться до молодежи, которая порой выбирает неправильный путь. Тем более в других странах. В своей стране можно. Есть школы, институты, есть другие образовательные центры. А что делать в Англии? Азербайджанские молодежи в Англии, в Германии, в других странах, где они могут подпасть под любое влияние. Все зависит, какой педагог, с каким педагогом они встретятся в той или иной школе, проживая в той или иной стране. для этого нужна именно некая информационная система, которая бы не допускала влияния радикалов на нашу молодежь, где бы она бы не проживала. Поправьте меня в форме комментариев. Интересно было бы услышать, кто из вас не согласится с тем, о чем я говорю. Кстати, ведь эта угроза висит и над теми олигархами, которые пока медлят с осуществлением запуска этих информационных центров. Когда-нибудь это может коснуться их детей. Впрочем, это еще не все. Есть такой спутник точка АС. Помните? Данную систему пока еще не закрыли в Азербайджане. Я вас удивил? А чему вы удивляетесь? При отсутствии опять-таки информационного поля любая змея может с легкостью проникать на территорию Азербайджана. И не власти, а именно мы, народ, мы, блогеры, объединившись, создав общее поле, могли бы не пускать распространению всякой лжи и домыслов против Азербайджана и противостоять, когда что-то происходит в направлении против Азербайджана. Давайте с вами послушаем, что достаточно ужасное произошло в спутнике, который подчинен Маргарите Симонян. 4 августа сразу 4 редактора русскоязычной версии агентства «Спутник Азербайджан» написали заявление об уходе, отказавшись публиковать информацию Минобороны России о том, что Азербайджан якобы нарушил режим прекращения огня в ходе операции «Возмездие». Редакторы Зульфия Гурбанова, Джамиля Эфендиева, Елена Старостина и Гюльзар Мустафаева сообщили об этом в социальных сетях. Свой комментарий Баку-ТВ дала теперь уже бывший редактор «Спутник Азербайджан» Гюльзар Мустафаева. Добрый день, коллеги. Что я могу сказать по сложившейся ситуации? Накануне, позавчера вечером, наш руководитель прислал дежурному редактору «Нас есть общий рабочий чат». Он прислал в рабочий чат требование поставить заявление Минобороны России, которое абсолютно противоречит заявление Министерства обороны Азербайджана о начале контртеррористической операции. Дежурный редактор отказался это делать. Мы все в этом рабочем чате, то есть у нас четыре редактора в русской версии, мы все вчетвером поддержали дежурного редактора. Мы стали доказывать руководителю, что это неправильно. Нельзя давать позицию другой страны, противоречащую позиции Азербайджана. Мы все граждане Азербайджана, и мы ни в коем случае не хотим идти в какое-то противоречие с тем, что говорят власти, тем более в такой ситуации, в таком щепетильном вопросе, как ситуация на линии фронта. Он нас не услышал. Несмотря на все наши доводы, он категорически стоял на том, чтобы материал пошел. Дежурный редактор сказал, что я завтра приду и напишу заявление. Он сказал, твой выбор, это я цитирую. Мы между собой, четвером, тоже у нас есть свой отдельный чат, четвером мы все тем же вечером решили, что завтра мы все идем и подаем заявление. Уходят, потому что работать при ситуации, когда тебе указывают, ставить что-то, что противоречит интересам нашей страны, ни одна из нас категорически не согласна. Утро мы все пришли, все сообщили о том, что мы уходим. Он принял наш уход без каких-либо вопросов. Потом он попытался настаивать на том, что мы должны отработать две недели, на что мы тоже отказались, сказав, что он может увольнять нас по любой статье, по любому поводу, какой ему будет угоден. Мы здесь просто не работаем. Завтра, что мы в однин, сказали мы все. Это было и в отдельных беседах, он вызывал, каждый из нас по отдельности, и в общей беседе, когда он пришел, и от всех нас потребовал продолжать работу. Мы отказались и ушли. До этого, ранее, такого прямого давления не было. Ну, всячески, человек подчеркивал величие России, то, что Азербайджан не так уж много собой представляет, должен примкнуть кому-то, работать с кем-то, ну, грубо говоря, под кем-то, так скажем. Человек, видимо, настолько плотно погрузился в атмосферу в Южной Осетии, в которой он проработал руководителем последние пять лет, что он привык просто общаться с гражданами независимой, суверенной страны, коими мы являемся, и наша позиция ему категорически не понравилась. Не нравилась с самого начала, когда мы пытались отстаивать, доказывать, когда от нас требовались, например, материалы о сепаратистских ЛНР, ДНР, о Крыме и так далее, на что мы все постоянно отвечали, что Азербайджан не признает эти псевдо-квази-государства, Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины, Грузии и никогда, ни при каких обстоятельствах не признает все вот эти вот новые формирования. Давайте остановитесь. Давайте остановитесь. Почему с азербайджанцами так поступают? Ведь навряд ли так же поступают в Казахстане, хотя казахи так же не признают эти квази-государства, такие как ДНР, ЛНР и прочие. Почему не поступают так в Казахстане? Потому что в Казахстане, видимо, есть некое информационное поле, о котором мы даже, возможно, не знаем и достаточно сильное. У нас его нет. Это то, о чем я вам говорил. Отсутствие информационного поля позволяет вот таким, как голова спутника в Азербайджане от России действовать, как он хочет. Ну и это еще не все. Есть еще два момента, о которых хотелось бы с вами поговорить. Хотелось бы вспомнить, дорогие друзья, когда в 2016 году на фоне победы Азербайджана на поле боя Мария Захарова вдруг заговорила о том, что, дескать, Россия не собирается признавать никакой так называемый памятник Горегину НЖД. Почему я об этом говорю? Потому что никто не будет уважать слабое государство. Мы сильные в отношении армии, но победа на поле должна подтверждаться победой на информационной площадке. Чего наблюдается пока только из-за таких, как столь всеми любимым я говорю про нашего Михаила Гусмана. Но опять-таки это только верхушка айсберга. Мы проигрываем именно интернет в виртуальную войну в сфере интернета. Она наиболее важна и даже возможно чем медиапространство. Тем более медиапространство сейчас отражает войну в информационном поле. Сколько блогеров стало телеведущими? Это вопрос к вам, зрители. Таких очень много. И последнее это небольшой условно назовем подарок для моих зрителей сбор ереси от армян от армянина Сергея Поповяна. Обязательно сохраните для себя ссылку на данную статью в проза.ру где он собрал всю ложь о так называемом величии армян. Я не буду сейчас останавливаться на этом, а пожалуй начну подводить итог своему видео. Что ж, дорогие друзья, в общем-то я ознакомил вас со всем с чем хотел. Надеюсь данное видео окажется кому-то полезным, приятным, у кого-то вызовет улыбку. Одним словом жду реакции от вас в форме комментариев под данным видео. Не забудьте ставить лайки либо дизлайки, все зависит от того, как вы сами относитесь к данному видео. Также не забудьте поделиться ссылками на данное видео в соцсетях, пригласить друзей и знакомых. И не забудьте им также порекомендовать провести ту же самую работу, которую я вам сказал. В общем-то она займет не столь продолжительное время, не так ли? Но позволит зато большему количеству людей узнать правду, что гораздо важнее. Кроме всех статей, которые мы с вами рассматривали, я как всегда оставлю также ссылку, ой, прошу прощения, данные на оказание финансовой поддержки вашему слуге, потому что это крайне важно при отсутствии на данный момент фонда в поддержку блогерского сообщества, частью которого и является ваш слуга. На этом все, дорогие друзья, не пропустите также сегодня прямой эфир на канале вашего слуги. Теперь все, всегда ваш Сейдов Камран, до свидания, до свидания.